Это не было намеренное или специальное желание написать книгу публицистики. И скорее это была естественная реакция на те события, которые застали меня в Киеве в ноябре 2013 года на Евромайдане. Дальше были Крымская весна, была война на Донбассе. И вот реакция на эти события, которые, мне кажется, изменили сначала и Украину, и Россию, а дальше перетряхнули все прежнее мироустройство, стали мои тексты. Это статьи, репортажи, аналитические материалы. И вот когда набралось их определенное число, и когда стали происходить некоторые события, мне показалось важным отразить действительно независимую, неангажированную позицию человека, который оказался в центре вот этих событий. И к этому, к публикации, скажем, к изданию моей книги стала гибель, убийство моего товарища и коллеги Олеся Бузины. После этого я всерьез задумался о том, чтобы издать книгу. К тому же очень много моих читателей, которые читали мои тексты, которые реагировали на них живо, просили как-то издать книгу о том, что произошло. И я решил сделать это. Мне кажется, вообще вся история Украины, независимость 1991 года, это одно такое большое, непрекращающееся событие по трансформации жизни и мировоззрения людей. Потому что украинская власть, несмотря на разные лица, на разные имена, но одинаковая по сути, выбрала абсолютно неверную форму диалога со своим народом. И вот сильная нация, когда происходят какие-то проблемы, она сплачивается. Когда слабая нация, она наоборот распадается. И вот Евромайдан, начавшийся в ноябре 2013-го, показал, что есть очень серьезные проблемы, они накопились в Украине. И, конечно, первое событие, которое по-настоящему встряхнуло, изменило меня и заставило задуматься о том, куда мы идем, что с нами будет. Это ночь с 29 на 30 ноября, когда был вот этот нелепый, жестокий разгон протестующих на Евромайдане. Потому что действительно вот этот брос власти изменил все дальнейшее мироустройство Украины. Дальше событие, которое не вкладывалось в мое понимание, понимание человека, в самом широком смысле этого слова. Это, конечно, 2 мая в Одессе, когда заживо сожгли людей в Доме профсоюзов. Это действительно было страшно, это была колоссальная трагедия. И я был в мае месяц на месте трагедии, и меня поразило. Я стоял и представлял то, что там произошло, и не вкладывалось абсолютно в сознание. Мне казалось, что это какое-то средневековье. И вот это было действительно страшно. Но окончательная точка невозврата, изменившая мое мировоззрение, наверное, Это 26 мая, когда начались первые атаки, такие серьезные расстрелы, бомбардировки Донбасса. Когда стали хоронить людей, когда начались траурные процессии, когда началась оборона Донбасса. Вот, наверное, вот эти события оставили во мне наибольший след и в какой-то мере даже, наверное, шрам. Знаете, сейчас популярна такая точка зрения, что писатель ничего никому не должен. Мне кажется, что, безусловно, должен. И это однозначная моя позиция, что должен и принимать самое деятельное участие. И не только писатель, а человек в принципе. Мне близка позиция личной ответственности за то, что происходит. И за свою жизнь, и за жизнь тех, кто рядом. Потому что, как было замечательно у Гребенчукова, если каждый возьмет вину на себя, то на всех не хватит вины. А писатель тот человек, который не просто участвует в этих событиях, но и он один из первых пытается их осмыслить, пытается их преобразовать в какие-то выводы, скажем так. Из этих выводов оттолкнуться для дальнейших действий. Поэтому, конечно, писатель должен, и он должен, если о чем-то он говорит, он должен быть максимально честным. Он должен быть присутствовать там, о чем он пишет. Поэтому, собственно, я и проехал всю Украину, и был на Крымской весне, и был в Донбассе. Потому что я хотел видеть своими глазами то, что там происходит. Вопрос безопасности, это уже второй вопрос. Конечно, это всегда рискованно, но это необходимо, мне кажется. Моя книга не случайно называется «Дневник русского украинца», потому что она не за Россию и не за Украину, но в то же время она и за Россию, и за Украину, за русский, и за украинский народ. Это, как я сказал в начале, вот некий мостик, который связывает два наших народа, которые пытаются разделить. Потому что, к сожалению, вот сейчас очень сложно поддерживать и Россию, и Украину. Сейчас, мне кажется, форма диалога между двумя народами, между двумя странами, между двумя государствами теряется. И меня это очень сильно напрягает. Поэтому я пытался в своей книге следовать тому, что называется, как герой Толстого говорил, помните, следовать правде. И главный герой моей книги – это правда. А правда, она всегда неприятна. Она не всегда, скажем так, удобоварима для всех. Поэтому, конечно, приходится сталкиваться с разными мнениями. И учитывая то, что в книге собраны тексты, опубликованные и неопубликованные, но написанные за это полтора года, я сталкивался с очень разной реакцией людей. Я получал в день по несколько десятков сообщений абсолютно разного толка, где люди, например, одни обвиняли меня в том, что я излишне поддерживаю, скажем так, нацистов в Украине. Другие, наоборот, говорили, что я излишне поддерживаю, например, как это называется, аннексию Крыма. Поэтому были совершенно разные спектральные оценки. И, что удивительно, люди на один и тот же текст реагировали абсолютно по-разному. Поэтому, да, это не ангажированная книга, это независимый действительно взгляд на события, который людям будет, я думаю, очень интересен, но в то же время не всегда приятен, но определенно полезен. Русскую весну или крымскую весну, я все-таки так бы сформулировал. Я встретил в Севастополе 23 февраля, как несколько десятков тысяч севастопольцев на площади Нахимова, на том самом знаменитом митинге, где был избран народным мэром Алексеем Михайловичом Чалой. Дальше были совершенно разные эмоции. Я ездил по блокпостам, был в Сюнферополе, когда были вот эти вот неприятнейшие, к сожалению, убийственные, смертоубийственные столкновения. Поэтому, знаете, сейчас очень разные оценки-то крымской весны, потому что одни говорят о каких-то дестабилизирующих, мрачных факторах вот этого события, другие чаще всего в российских СМИ, скажем так, любят представлять это в неком таком ванильно-елейном духе, говоря исключительно о плюсах этого события. Мне кажется, что крымская весна была очень разной, и мое чувство, ощущение тогда было очень разным. Но важным внутри меня и внутри, наверное, миллионов моих сограждан было ощущение какого-то тепла, ощущение Родины. И чуть позже на одном из федеральных каналов я назвал это чувство внутренним Крымом. Так вот, внутренний Крым стал дорожкой к пробуждению того, что я бы назвал русской мечтой, великой русской мечтой. Тем, что оберегала нас от всех войн, от всех нападок, от всех влияний во все времена истории нашей большой и красивой Родины. Поэтому я встретил Крымскую весну с чувством великой русской мечты у себя в сердце, у себя в душе. Были, безусловно, такие люди, и, знаете, их было очень много, и они были очень разные. Но в то же время их, наверное, объединяло две вещи. Первое – это подвижничество, ежедневное подвижничество. И второе – это некий внутренний героизм, потому что в качестве примеров я могу, например, назвать того священника, которого я встретил в Донбассе, который служил на передовой. Могу встретить доктора, который абсолютно бескорыстно, с риском, с колоссальным риском для себя из последнего лечил больных. Могу назвать людей, с которыми я и которые сами возили гуманитарную помощь, рискуя тоже и собой, и своими жизнями. Я могу вспомнить людей с Евромайдана, которые оказывали медицинскую помощь и Беркуту, и, скажем так, протестующим. Поэтому эти люди были очень разные, но они были в чем-то похожи. Потому что на самом деле вот эти события при всей, особенно когда война идет, при всей вот этой отвратительности, при всей крови, при всей этой ужасе, этой бойне, все-таки рождают в людях, в некоторых людях что-то большое, что-то светлое, иногда открывают в них что-то свое. И вот это было для меня примером. Шелуха отпадает и проступает подлинно. Я говорил уже о том, что, конечно, это и расстрелы людей на Евромайдане, и Одесса 2 мая, и 9 мая в Мариуполе, когда там сожгли людей. И война на Донбассе, это одна большая боль наша общая. И когда ты попадаешь туда, ты понимаешь, что, ну, насколько все это зря. А непонимание вызывает у меня, наверное, вся вот эта история, которая тянется даже до Евромайдана, наверное. История непонимания, история вражды между украинским народом внутри себя и между украинским и русским народом. Непонимание между людьми, непонимание между семьями, когда перестают общаться родственники, когда перестают общаться друзья, когда они вроде бы говорят об одном и том же, но на разных языках. Вот это у меня вызывает непонимание, потому что за всеми этими политическими, за всеми вот этими военными, милитаристскими лозунгами, прежде всего должен быть человек, образ человека. И вот нежелание многих людей рассмотреть его у меня действительно вызывает большое непонимание. Дело в том, что Россия и Украина есть один только, ну, два пути, точнее, есть. У России и Украины два пути. Первый — это не быть в принципе, а второй — быть вместе. Я не говорю сейчас о едином государстве, я не хочу педалировать на теме братских народов. Я говорю о том, что, хотя мне близка идеология братских народов, я считаю, что Россия и Украина обязаны быть вместе. Это их исторический путь. Это одна плоть, одно целое. Да, это могут быть две разных страны, два разных народа, но они должны жить во взаимовыгодном партнерстве, во взаимоуважении. И по-другому быть не может. Мы настолько тесно связаны друг с другом культурно, ментально, социально, политически, промышленно, что нам друг без друга нельзя. И когда вот начинается вот эта вот распря, которая сначала началась в Украине, а потом переросла и, скажем, на непонимание между двумя государствами, ведь мы с ним практически ничего не получили. Да, там выиграли какие-то люди, которые наживаются на торговле оружием, на каких-то политических, может быть, дивидендах. Но простые люди от этого ничего не выиграли, мы только проиграли. Поэтому эта война, это не наша война и это не наша бойня. Нас пытаются поссорить люди, скажем так, нечистоплодные люди, некоторые Запада, для которых разрыв России и Украины – это первейшая задача. Потому что если мы не будем вместе, то для нас это очень-очень чревато. Будущее Украины я вижу в ближайшее время очень тяжелым, конечно, потому что предстоят и социальные трудности, и политические трудности, и, конечно же, экономические. Это не просто предстоят, они уже есть. И сейчас украинский народ понимает, что вот просто вот по Майданам, да, и все решим. Не получается. И нужно работать и начинать с себя эту работу. Но я думаю, что Украина все равно переживет вот это вот трудное время и останется цельным, крепким государством. И государством со своей идеологией. Потому что сейчас идет уродливое местами, местами вот кровавое рождение некой вот новой нации. Оно сейчас очень-очень много ответвлений от этого. Но я думаю, что в итоге действительно вот эта нация, этот народ, он родится. И у него есть одно, опять же, будущее, как я уже и говорил. Это будущее с Россией. Поэтому я думаю, что все вот эти вот русофобские настроения в Украине, излишне, может быть, западнофильские, они отпадут. И будущее Украины, как и будущее России, я вижу вместе. Вместе с двум этим государствами. Я думаю, что это не творческие планы, это моя естественная жизнь. Я пишу не потому, что это планы, а потому, что я так реагирую. Когда я был там школьником, я читал газеты, читал интернет, смотрел телевидение. И у меня была какая-то своя точка зрения на происходящее. Было свое мнение. И вот когда там судьба или Господь Бог предоставил мне возможность высказываться, потому что я считаю нужным, я стал это делать. И поэтому я эту возможность очень-очень ценю. И буду продолжать это делать, потому что мне кажется, что сейчас нашим двум народам не хватает того, что апостол Павел называл образом здравых словес. Вот нужно этот образ по мере сил, по мере уразумения стараться формировать. И стараться делать так, чтобы другой человек видел и в тебе, и в другом человеке, прежде всего, образ, скажем, и подобие Божие. Это очень и очень важно. И, конечно, тут моя задача как писателя, она мне собой поставлена, может быть, не только собой. И я ее должен реализовывать. Поэтому я, безусловно, буду реагировать на происходящее и обязан это делать.